Губернатор округа Юрий Бездудный провел рабочую встречу с представителями ветеранских организаций региона и поискового объединения «Заполярный поисковый отряд». На встрече обсуждалась концепция создания мемориального комплекса, который увековечит имена участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Ненецкого автономного округа. Главными вопросами встречи стали вид памятника и категория ветеранов, чьи имена будут увековечены на стене памяти. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов представил два макета. Первый подразумевает создание мемориальной стены вдоль Аллеи Славы, второй светодиодный видеокран, который будет транслировать патриотические ролики и имена погибших. Участники встречи единогласно решили совместить в мемориальном ансамбле оба варианта. Так, имена погибших на поле боя и солдат, скончавшихся от травм в госпиталях, будут высечены в камне, а видеокран будет содержать имена всех участников, ушедших на фронт из Ненецкого автономного округа. В регионе прошла презентация книги «Заполярный район. Люди и дела». В ней рассказывается об истории становления района через его жителей. В издании можно найти информацию о почетных гражданах, руководителях органов местного самоуправления разных лет, рассказы о муниципальных образованиях, включающие в себя истории и судьбы людей. Выпуск книги приурочен к 15-летию Заполярного района. Глава региона Юрий Бездудный отметил, что книга является результатом колоссального поискового исследовательского и творческого труда. По его словам, только благодаря труду людей создается история района и региона в целом. Как отметила автор книги Инга Артеева, работа ей далась нелегко, но все получилось благодаря людям, которые в нее поверили. Большая часть экземпляров издания будет направлена в учреждения образования и культуры, библиотеки, администрации сельских поселений. Тираж издания 650 экземпляров. В России стартовала президентская программа «Социальная догазификация». Ненецкий округ также включился в реализацию мероприятия этого проекта. Благодаря новой президентской программе «Социальные догазификации» и жители региона смогут на безвозмездной основе присоединить свои земельные участки к газовой сети. По социальной программе уже идут работы по догазификации в поселке Мирный. На сегодняшний день поступило 14 заявок на безвозмездное проведение газа от газораспределительной станции до земельного участка. До конца сентября планируется закончить все работы по заявкам, которые удовлетворяют требованиям проекта. Это 200 метров до точки врезки, расход не более 7 кубов, строение было зарегистрировано в госреестре. За неделю газовая служба возводит 2-3 объекта. Работы ведутся в ускоренном режиме из-за климатических особенностей региона. Также разрабатывается дополнение к программе о возмещении средств, потраченных на проведение газовых труб от начала земельного участка к самому дому и подключения газового оборудования внутри помещения. Начался прием заявлений на предоставление выплаты к Международному дню инвалидов. Размер единовременной компенсационной выплаты для взрослых составляет 5 тысяч рублей, для детей – 10 тысяч рублей. Прием заявлений на предоставление выплаты идет до 5 декабря. За единовременные компенсационные выплаты могут обратиться граждане, относящиеся к категориям инвалидов 1-й, 2-й, 3-й групп, проживающие в Ниинском автономном округе не менее 15 лет, а также граждане в возрасте до 18 лет с инвалидностью по категории «ребенок-инвалид». Заявление на выплату к Международному дню инвалидов необходимо подавать ежегодно. К граждане, которым группа инвалидности установлена бессрочно, заявление и документы предоставляют один раз при первичном обращении. Далее выплата назначается автоматически. В заявлении пакет документов можно подать в МФЦ или через портал госуслуги. По вопросам назначения компенсационной выплаты обращаться по телефону в отдел назначения социальных выплат и предоставления субсидий гражданам по телефону 4-33-39. Второй субботник в рамках масштабного экологического проекта «Чистая Арктика» собрал в два раза больше участников. В субботу 11 сентября жители НАУ вышли на уборку территории бывшей зверофермы в поселке Искателей. Сделать тундровый ландшафт Ненинского автономного округа чище приехал амбассадор проекта «Чистая Арктика», известный телеведущий, журналист и экоактивист Ирена Понарошку. Вместе с губернатором НАУ Юрием Бездудным, федеральными и региональными волонтерами, жителями округа, которые вышли на субботник целыми семьями и трудовыми коллективами, была очищена территория площадью более 4 гектар. Уборка в рамках федерального экологического проекта «Чистая Арктика» вновь прошла в соревновательном формате. На участие в субботнике заявились 25 команд, порядка 200 человек. Волонтеры начисляли им баллы в зависимости от типа и количества собранного мусора. На территории бывшей зверофермы было собрано много полусгнивших клеток для животных, элементов металлических и деревянных конструкций, железная тара, пластик и бутылки. По итогам двухчасовой уборки лучшей стала команда горсовета Наринмара «Городские». Второе место заняла команда «Экология» сотрудники «Лукойл». Третья – строитель команды департамента строительства ЖКХ «Энергетики и транспорта НАУ». Две команды, в которых было больше всего детей, получили наборы натуральной косметики и продуктов от Ирены по дорожку. К концу 2022 года в Ненецко окружной больнице появится аппарат МРТ. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Создание кабинета магнитно-резонансной томографии запланировано в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Аппарат планируется приобрести на средства федерального бюджета. По информации профильного ведомства, кабинет МРТ будет размещен в главном корпусе Ненецко окружной больницы, в помещении рядом с приемным отделением, где будет сделан соответствующий ремонт. Планируемый срок поставки оборудования – декабрь 2022 года. Магнитно-резонансный томограф позволит проводить диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, а также костно-мышечной системы, которые на сегодняшний день занимают лидирующие строчки в нашем регионе по частоте проведенных исследований. Стоит отметить, что для расшифровки результатов магнитно-резонансной томографии не потребуется приглашение высококвалифицированных специалистов. По необходимости исследования будут направляться на расшифровку в специализированные центры других регионов страны. Отметим сейчас, для проведения процедуры магнитно-резонансной томографии жители округа направляются за пределы региона. Стоимость проезда к месту проведения исследования и обратно компенсируется за счет окружного бюджета. Ежегодно на эти цели округ расходует порядка 4 миллионов рублей. В Ниньском округе стартовал конкурс грантов на поддержку талантливой молодежи. Победители получат до 25 тысяч рублей. Средства предоставляются на приобретение необходимых предметов инвентаря, оборудования, инструментов для творческой, спортивной, научной и едной деятельности, либо на финансирование участия соискателей в мероприятиях международного, федерального, межрегионального уровней. Желающим попробовать силы в конкурсе необходимо иметь достижения в мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровней в области культуры, искусства, спорта, образования, науки или общественной деятельности. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября включительно. До 1 октября экспертный совет определит победителей. Их награждение состоится на итоговых окружных мероприятиях в декабре 2021 года. Заявки принимаются в региональном центре молодежной политики по почтовому адресу или по электронной почте. Конкурс проводится с 2007 года и нацелен на выявление и поддержку талантливой молодежи, ее стимулирование к развитию и творческому росту. Как сообщает профильный департамент, с момента запуска конкурса такую окружную поддержку получили порядка 100 жителей региона. Их имена вошли в ежегодные сборники округа за честь НАО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова